Всем добрый вечер. Вот садится солнце. Закончились все дневные дела, заботы, бесконечный бег. Это все о материальном. Теперь давайте поговорим о духовном. Вчера я разговаривала с Гавриилом, Архангелом и Гавриилом. Надо было один вопрос обсудить. Ну и кое-какие вопросы заодно задала ему. Разговаривала насчет одного человека. Он мне сказал так. Архангелы не вмешиваются в жизнь человека. Есть ангелы, которые нас сопровождают по жизни. Вот они нам где-то что-то подсказывают, помогают идти своим путем, к своему предназначению. Иногда надавать по затылку, если мы не туда пошли, подсказать, куда нужно свернуть. А так никто ни светлый, ни темный в нашу жизнь не вмешивается. То есть у человека есть выбор, каким путем он пойдет и что он будет делать. Я задала вопрос, почему некоторые события, которые предсказаны, даже сроки какие-то вроде как обозначаются, но они не сбываются. А он говорит, что информацию, которую нам передают, она исходит из их понимания, из их взглядов. А мы переносим на свое время. А они живут вне времени. У них времени нет. Только человек живет во времени. Животные, допустим, да, они не знают сколько часов. Но день прошел, ночь, поспали. Но сколько это времени, они не знают. Но они при этом стареют и так далее. То есть тоже живут с нами во времени. Растения живут. В общем, все живое на земле, оно находится во времени. А остальное все вокруг нас без времени. Поэтому то, что для нас месяц, там может быть несколько лет. И это нормально. Если есть какой-то серьезный вопрос, они собирают совет и решают на этом совете, что делать с конкретным человеком. Они на нас реагируют только тогда, когда мы к ним обращаемся. Поэтому, если хотите что-то получить, обращайтесь к богам, к святым, архангелам, ангелам. Бог сам по себе нас не слышит. Для этого у него есть сущности, которые работают для него. Как я поняла, бог это же не дедушка, который сидит на облачке. А это энергетический сгусток, который дает нам энергию для существования, нам и планеты. Но взамен даем ему энергию мы. Но есть сущности, которых мы, в принципе, создали своим какими-то мыслями, желаниями, может быть, где-то. Или представлениями какими-то. Они вот служат, как связующее звено между нами и Богом. Видите, как солнце садится. Очень четко, пока говорю, это очень четко видно. И очень красивый закат. Очень тихо, хорошо. Так что, если вы хотите что-то получить, обязательно обращайтесь и просите. Но когда это исполнится, сказать сложно. Потому что для них понятие времени может быть совершенно другое. Тем более, если вы идете не по предназначению своему. Поэтому то, что происходит сейчас на Земле, это, в принципе, все создали мы сами. Все сами спровоцировали, имею в виду, человеки, человечества. И теперь расхлебываем. При этом, например, Саше моему мужу, Люцифер, показал интересный образ, так скажем. Светлый куб, в нем сидит, ну, кто-то светлый, ангел, архангел, сложно сказать, согнутый весь. Вот, ну, что, нужно же выпустить. Выпускает. Дает свободу. Кто-то распрямляется, улыбается и уходит. На следующий день опять он сидит в этом кубе. И только сейчас до нас дошло. Ну, а секундочку, до меня. Что это символ ада. Что на самом деле мы с вами все свободные люди. Но мы загоняем сами себя вот в эти кубы. Хорошо, если они светящиеся и прозрачные. И мы можем из них выйти. А иногда мы себя так, это самое, цепями опутываем. Загоняем в свой собственный ад, который существует еще при жизни. Но в наших силах встать, распрямиться и уйти из этого ада. Поэтому, так как мы живем, это живем мы, благодаря своим мыслям, где-то воспитанию, которое нам дали родители, не всегда, может быть, они были правы, не всегда понимали, что они нам дают. И мы не понимаем, как жить по-другому. А еще и боимся сделать какой-то шаг вперед и начать двигаться, распрямиться, распрямить свои плечи и двигаться к какому-то ощущению счастья, что ли. Давать свет другим людям, которые будут давать свет нам. В принципе, наверное, это будущее человечества, когда все ходят свободные, распрямленные и доброжелательные. Но когда это будет, наверное, еще очень и очень не скоро. Вот такое вот видео, небольшое, чтобы вас не утомлять, сколько там прошло времени, совсем чуть-чуть, 7 минут. Но за это время солнце практически село. Вон только краешек виден над горизонтом. Вон так быстро и протекает наша жизнь. Поэтому не запирайте себя в собственный ад. Разберитесь с тем, что вы хотите. Призывайте сущностей, ангелов, архангелов, бесов. Они все нам будут помогать. Бесы помогают в материальном мире. Духи, вот эти полеи. Знаете, сколько тут духов в поле вокруг нас? Они помогают. Светлые тоже нам помогают. Но светлые больше это духовный рост. А темные это решение материальных каких-то своих вопросов и задач. Выпустите себя из собственного ада. Сделайте шаг. И идите смело вперед. И у вас все получится. А с тем вам всем доброй ночи. Хотя видео я выложу только завтра. Но все-таки. Так как вы видите закат. И солнце практически село. Всем доброй, тихой ночи. И до новых встреч. Всех вас обнимаю и люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok